По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия в рамках работы отдела по церковной благотворительности и социальному служению 6 марта 2013 года в городе Ростове-на-Дону состоялось открытие и освещение ресурсного консультационного пункта для наркозависимых людей. Его открыла Ростовская общественная организация «Ростов без наркотиков», чьи освещение совершил руководитель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Иерей Евгений Осяк. На открытии офиса присутствовали благочинные приходов западного округа секретарь митрополита Ростовского и Новочеркасского по Ростову-на-Дону протеерей Иоанна Сяк, заместитель председателя Государственного антинаркотического комитета по Южному федеральному округу генерал-лейтенант Вячеслав Овечкин, заместитель председателя Комитета законодательного собрания Ростовской области по информации и молодежной политике Леонид Шафиров, заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Михаил Медведев, а также представители донских СМИ. И сегодняшняя война это место уже можно считать святым, освященным, и поэтому все, что здесь будет происходить, с Божьей помощью будет дальше продолжаться, и люди будут здоровы. Самое главное, чтобы была вера, чтобы был Бога, преданность, и обязательно не забывайте о храме Божьем, чтобы люди, ребята, эти приобщались к церкви и посещали храм не просто, когда тяжелая ситуация, но и приобщались к церкви, регулярно посещали Божественную Тургию, воскресные имени, ну и когда уже желание будет. Как рассказал руководитель Ростовской общественной организации «Ростов без наркотиков», в ресурсном консультационном пункте будут работать психологи, а также группа быстрого действия. По первому звонку волонтеры будут выезжать по названному адресу и проводить беседы с людьми, попавшими под влияние наркотической зависимости. Мы вступили в Ассоциацию национальных реабилитационных центров России, и люди, которые будут к нам направляться, уже могут, допустим, если ребенок попадает в наш реабилитационный центр, и мать или отец захочет его увидеть, с ним поговорить, он будет приезжаться сюда, и по скайп-конференции мать будет видеть, что он живой, здоровый, и что у него все нормально. После освещения нового офиса все присутствующие побывали в Центре ресоциализации нарко- и алкозависимых, расположенном на Свято-Троицком приходе. После этого прошли в храм преподобного Сергия Радонежского и храм Святой Троицы. Также гости побывали в телестудии «Дон православный». Нарко-тентруль.